Ибрагим, приветствую. Поздравляю тебя с победой. Отличное яркое выступление. Третья победа к ряду. Тебя уже можно называть убийцей бразильцев, как в свое время называли Рашида Магомедова. У тебя третья победа к ряду и все против бразильских оппонентов. Какие испытываешь эмоции? Эмоции, конечно, положительные после победы. Бразильцы дают... Я должен был драться с Кушаговым. У него травма получилась или он заболел и на замену вышел за три недели, по-моему. Бразильец вышел и, хамду ля, получилось выиграть. Когда оппонент вышел, что знал о нем? Все-таки он шел на серии, по-моему, тоже из трех побед. И одной ничьей, ничьей, одержанной в поединке с нашим ветераном прославленным Александром Шлеменко. Это тебе давало дополнительную мотивацию, чтобы одержать более яркую и уверенную победу? Я его особо так не знал. Я-то видел с Шлеменко его бой, но когда ко мне отправили его данные, я его не узнал. Потом, короче, вбил в интернет и, вау, он со Шлеменко дрался. Хороший бой получился у него, да, и ничья. И, конечно же, хотел досрочно выиграть его. Когда посмотрел его поединок против Александра, какие, наверное, выделил бы опасности для себя? Опасности таких не вывел, потому что у него больше он это делает на клинч, можно сказать. У сетки прижимает, оттуда это делает. И так бросается руками. И работали. После поединка ты сказал, что то самое колено, благодаря которому ты одержал победу нокаутом, вы обсуждали это с своим тренером Шемелем Алибатыровым. И если ты его выбратишь, ты обязательно попадешь. Ты одержал яркую, уверенную победу. Бойцов-горца иногда критикуют за то, что вы деретесь очень осторожно, очень аккуратно, по очкам, не торопитесь. Можно сказать, что ты один из тех, кто будет развеивать этот миф? Главное – победа. Для нас главная победа. А победители не судят. Конечно, каждый хочет нокаутировать. Это яркий бой. Веселье – это бонус. И возможность бонуса 50 тысяч. Да, и, возможно, 50 тысяч. Но самое главное – победа. Я думаю, этот третий бой, получается, досрочно до этого, я тоже так осторожничал, можно сказать, так. Ну, как мы развиваемся, как сказать. Техника развивается, и нокауты, я думаю, начало будет все больше и больше. Третья победа к ряду. После поединка ты сказал, что ты явный претендент на участие в гран-при, безусловно. Однозначно. И еще ты не мог не затронуть вечную тему поединка с Артемом Фроловым. Вы как раз соседи по рейтингу. Ты пятый номер, он четвертый. Считаешь, что в первом круге это самая логичная пара? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что уже сколько времени прошло после нашего боя. И я думаю, я заслужил реванш. И более чем это реванш, я заслужил биться в гран-при. И не могу не спросить, так же после поединка ты сказал, что хочешь стать чемпионом в среднем весе. Поединок с Магомед Расулом Гасановым. Нет, не с Магомед Расулом я сказал. Я сказал, я хочу гран-при пояс, я хочу чемпионский пояс. А в случае того, если... Мой фаворит, один из фаворитов, это Магомед Расул. Если я не участвую, это фаворит Магомед Расулу, я думаю. Это мое мнение. Окей. И твой поединок с Магомед Расулом возможен? Это спорт. Я отвечал на этот вопрос, что мы подеремся, покажем хороший бой. Выиграет он. Я буду рад за него, что он выиграл. Выграю я. Я знаю, что он тоже будет рад за меня. У нас хорошие отношения, дружеские отношения. Спасибо. Еще раз поведай. Спасибо. Спасибо.